Забив этот стопроцентный гол, несомненно. Да, ну что ж, дорогие друзья, команды отправились в раздевалку, отдыхать, делать выводы из первого тайма. Давайте и мы с вами сделаем небольшую паузу в нашей трансляции. Что на стадионе торпеды имени Эдуарда Стрельцова? Начался второй тайм встречи между хозяевами команды торпеды Металур и динамовцами Москвы. 0-0 после первого тайма, очередной удар по воротам в исполнении Дмитрия Булыкина и вновь не точно. Вот замена произошла в составе динамовцев, ушел Альберто. Более, видимо, не смог Прокопенко простить своему нападающему момент в самом начале игры, когда из выгоднейшей ситуации Альберто не попал в ворота. Ну и вот замена Андрей Демк, девятый номер. И еще одна замена, по-моему, Руслан Балтиев появился в восьмой номер в составе динамовцев. Не могу вам сейчас пока сказать, кого заменил Балтиев. По-моему, Вукаманович, четырнадцатый номер, не вижу я его на поле. Да, нет Вукамановича. Может быть, причиной этой замены стало то повреждение, которое получил Вукаманович после столкновения с Дмитрием Холестовым вне игры. Вне игры. Скорее всего, все-таки невыразительная игра в первом тайме. Может быть. Повлияло на замену Вукамановича. Как мы видим, второй тайм начинается с атак Динамо. Как было и в первом тайме. Сейчас будет длинный пас на Булыкина, который в первом тайме прекрасно играл головой. И вот сейчас он поборолся. Ну, там Новосадов без особого труда забрал мяч. Давайте посмотрим еще раз этот момент. В таких случаях у вратаря преимущество, конечно, руки. Вытянутые руки, да. И он не стоял на месте, он набегал. Прекрасно. Сейчас вот... В первый раз, да, Роман Березовский вступил в игру. Не только во втором тайме. Естественно, второй тайм только начался вообще в ходе игры. Я бы хотел еще заметить, что, наверное, единственное за всю игру нестандартное действие. Один из этого номера Монарева. Проявил такой, можно сказать, большой опасность. Поворот Динамо. Вот мы посмотрим сейчас. Неплохо он сыграл пяткой. То есть своевременно, своевременно вышел Роман Березовский. Пас был на Карена Огоняна. Как он помнит, все-таки в первом тайме было мало таких нестандартных действий футболистов. Как-то все шаблонно они играют. Длинный пас идет. Скинутая вверх рука лайнсмена фиксирует положение вне игры вновь у Романа Монарева. Вот он, одиннадцатый номер команды Торпеда Металлург. Да, наверное, чуть-чуть-чуть-чуть Монарев на какие-то сантиметры забежал за спину динамовского защитника. Но этих сантиметров вполне достаточно для того, чтобы... Уже два сейчас футболиста. Григорий, я перебью. Два футболиста уже сейчас атаковали вверху Булыкина. И все равно тяжело достается мяч Торпеды со защитниками. Гришин. Чеснаускис. Окупировали сейчас динамовцы подступок в штрафной. Ризвич выносит мяч. Вот может получиться неплохая атака, если Сочилин только дадут возможность Торпедовцу пройти дальше с мячом. Нет, этого не произошло. И Александр Сочилин сейчас получит желтую карточку. Подумал, подумал Сергей Мартынов. И показал желтую карточку капитану динамовцев. Вот давайте посмотрим. Ну, за руку прихватил. Еще раз смотрим. Да, немного прихватил за руку. Как-то прогулки попытался взять под ручку. Метров 35, наверное, для ворот. Ну, прямо по центру. Неужели кто-то отважится на удар? Посмотрим. Монорек. Попадает в голову кого-то из динамовцев, стоящих в стенке. Хороший подсказ сейчас был Березовского. Эти защитники расступились, и он овладел мячом. Громогласное «Я». Защитникам сразу становится легче играть. Когда чувствуешь же спиной, что вратарь уверенно руководит действиями. Чеснаускин неплохо сейчас сыграл. Молодец, Ройка, молодец. С удовольствием. Смирнов. Не стал динамовцев догонять мяч. Дал ему возможность спокойно выкатиться за боковую. Из-за аута сейчас будут бросать динамовцы. Это Виталий Гришин. Далеко разыграется, видимо, далеко будет бросать. Опять на Булыкина. Но этот раз Рыльич сыграл четко. Редкий случай, когда Булыкин проиграл игру. В воздухе нет. Здесь все спокойно. Монарев так, в целях устрашения, по-моему, продолжал бег. Хотя видел, что мяч и так попадает в вратарю. Березовский не тот голкипер, которого можно психологически, наверное, его... Хороший момент для контратаки. Сейчас мяч Монарева. Прекрасно обырвает. О! Да. Но вы видели все с нами. Приободрились сразу болельщики команды торпеды Металлу. До протяжения последних минут их не было слышно. В основном работали динамовские болельщики. Ну и вот очередная желтая карточка. На этот раз Казаков, по-моему, приносит извинения Тачилину. Но это не останавливает Сергея Мартынова. Ну что, повеселее игра пошла на втором тайме? Ну вот только за счет вот этой контратаки единственной. Она немножко, да, действительно приободрила и зрителей, и темные зрителей, наверное. Потому что сначала-то опять такое скучненькое началось. То есть сначала такое скучное было. Второго тайма. Попытается отодвинуть сейчас Сергей Мартынов с тем, как положенное расстояние. Радослав Батак у мяча. Один раз он очень опасно пробивал в штрафной в первом тайме. Попытался сейчас в обвод стенки отправить мяч Батак, но точности не хватило Радославу. Что-то выясняют там Новосадов и Шустиков. Сергей Шустиков хотел разыграть мяч с Андреем Новосадовым. На что ему вратарь сказал не нужно. Я лучше буду выбивать его сам, чтобы не рисковать на своей половине поля. Сделал это удачно. Мяч у Монарева. Оставляет Ковалеву мяч. Хозяева поля будут вводить мяч в игру. Ковалев. А выбросить-то мяч некому. И в результате назад на Резвича. Гришин. Доставили динамовцы мяч туда, к форсу, к штрафной площадке. Сочили. На Пулыкина была передача. Нет в ней игры. Да, прекрасный момент сейчас был у динамовцев. Защитники торпеды «Металлург» посчитали, что было в положении вне игры. Но мы видим с вами повтор этого момента. Не было вне игры. Абсолютно никакого вне игры не было. Просто провалились по центру. В статичном положении находились торпедовские защитники. Еще один опасный момент, который создали динамовцы у воротного Садова. Но пока, пока на табло нули. Еще раз повторюсь. Монарев. Уходил сейчас Роман Монарев от Радослава Батока. И тот нарушал правила. Ковалев у мяча. Снимай меня! Снимай меня! Даже Булыкин вернул за свою штрафную площадку. Трапную площадь. Семь человек сейчас было торпедом. В штрафной площадке. За Березовский. Спокойно забрал мяч в руки. Начал атаку своей команды. Булыкин с Тачилиным играет. Тачилин переводит мяч на левый фланг атаки. Там Танасевич. Это было не опасно для Новосадова. Он все видел, контролировал. И спокойно забрал мяч в руки. Возмущаются динамовские болельщики. Считают, что не было никакого нарушения правил. Но уж Мартынов находился буквально в трех метрах. И вот сейчас, по-моему, у торпедовцев будет очередная замена. Это Александр Риквиашвили. Появится сейчас на поле. Седьмой номер. Он отбыл торпедовец дисквалификацию, которую получил за удаление в матче первого тура. Прибыл из расположения сборной Грузии, опять же. Где очень отыграл неплохо. Ну вот по... В точке зрения специалистов он был лучшим в составе сборной Грузии. В матче против команды Швейцарии. Может быть, немного устал, поэтому не поставили его сразу на игру. В запасе у торпедовцев еще Олег Корнауков, который оправился от своих болячек от трав. Владимир Корытько, Виталий Лыхин, Андрей Никитин, ну и голкипер Александр Лавренцов. Бориса Горового меняет Александра Риквиашвили. Не очень заметен был 24 номер торпеды Металлурга в первом тайме, да и в начале второго тайма. Посмотрим, что покажет Александр Риквиашвили в большинстве на поле. Да, ну и у динамовцев еще в запасе Эрик Брабец, Антон Хазов, Сергей Яшин, Паскаль Менги и Жидрюнас Корчемарскас, голкипер. Роман Березовский на Булыкина. Резвич, неплохая передача на Огоняна. Огонян головой попытался сбросить мяч себе на ход, но уж очень сильно. Бутя Гонян чуть повыше, можно было принять мяч на грудь, но, к сожалению, он небольшого роста. Станасевич. Шусиков сейчас здорово сыграл во дворе, но ошибся в передаче. Вот и солнышко выглянуло над стадионом торпеда имени Эдуарда Стрельцова. Может повеселее, еще повеселее заиграют футболисты. Нарушили правила против Риквиашвили. Первое действие, которое он произвел на поле, уже положительное. По большому счету, когда футболист выходит на замену, главное, чтобы почувствовать уверенность, нужно... Хотя бы сделать пару точных передач. Да, почувствовать мяч, конечно. Шустиков. Здесь спокойно сыграли защитники. Батак с мячом. Не знает, кому отдать. Наверное, будет делать длинную передачу, действительно. Так честно, Олский Сан. Не то, чем сейчас. Булкинамовец, это Танасевич. Шустиков. Хороший пас Шустиков сделал сейчас в центр поля. Смирнулся в Монарева. А вот напрашивалась передача на правый фланг, где один был торпедовец, но не увидели его благоприятную позицию партнеры. Казаков. Непонятно, сейчас пас. Ковалев сделал. Ну, а Гонян, тем не менее, может похвалить его, по крайней мере, за это, не выключился из борьбы. Не смог он переиграть Ханека, но выбил мяч за пределы поля, не дал динамовцам начать атаку. Разводит руки капитан Динамовцев, Александр Тачилин, не понимая, по какому поводу раздался свисток Мартынова, он раздался после того, как Тачилин нарушил правила против торпедовца. против Казакова. Просит отодвинуть Сергей Мартынов мяч на ту точку, где нарушение было Катича. Катич играет с Ризвичем. Неплохая передача на Агоняна, но надо же помочь. Под удар сейчас Агонян откатывал мяч партнерам, но партнеров-то там не было никого. Александр Ихвеяшвили задержался на линии штрафной площадки. Агоняна Тачилин. Я понимаю, конечно, когда играешь где-нибудь на Сантьяго Бернабелла, там огромное количество зрителей, там не слышно, что ты друг другу подсказываешь. А здесь нужно было подсказать. Ну, есть зрители виноваты. Угловой. Пошел Дэвид Исчиславский на левый фланг атаки своей команды. Подавать угловой. Сделает внушение сейчас Сергей Мартынов. Только преимущество в росте у Динамо есть. Но имея такого игрока впереди, как Дмитрий Булыкин, естественно, но вот Новосадов быстро начал атаку. Нужно обыгрывать. Хороший пас на Катича. А Катич... Катич чуть было не сорвал атаку своих партнеров. Вот сейчас он это сделал благополучно. Гришин. Балтиев слева. Против Балтиева Смирнов. Хорошо Балтиев оставляет мяч Гришину. Подача. Здесь кроме Ковалева никого. Емким. Качилин. Качилин. Данасьевич. Передача центра штрафной площадки. Шустиков. Вновь Динамовцы. Никак не могут выбить торпедовцы к центру поля мяч. Как в хоккей, когда у команды численное преимущество запирают в зоне обороны противника. Вот так же и сейчас Динамовцы заперли торпедовцев. Получают право на очередной угловой. Такое напряжение создаётся в ворот торпеды металлур. Оно вывелось сейчас в угловой. Внимание, молодец. Внимание. Взять, как говорят, паузу. Да. Спорное решение. Спорное решение. Потому что у Шустиков-то уже карточка была жёлтая. Я думаю, нам повтор покажут сейчас. Мы увидим, что же там случилось. Сергей Мартынов подошёл к Ёмкину. В этот момент нет. В мяч Шустиков не играл. Он не сыграл в мяч, да. Он сыграл в ногу. Он достаточно играл в ногу. До мяча не дотянулся капитан торпеда металлур. Мы будем считать, что простил. Простил Сергей Мартынов. Спитаны команды. Торпеда металлур Сергея Шустиков. Кришин. Сгущаются, по-моему, кучи у ворот торпеда. Ну! Гол! Да. Это должно было произойти. Шестнадцатый номер московских динамовцев Дэвидов Чеснаускис. Сыграл на забивание. И ничего не мог уже поделать Андрей Новосадов. Первый удар он отразил. Смотрим с нами еще раз этот момент. Вот Ёмкин пробил очень хорошо, точно. Вот таких вот дальних и сочных ударов в первую очередь не хватало, наверное, в первом тайме. В нижний угол мяч летел. Тяжелый для вратаря мяч был очень. Не знаю, стоит ли здесь увидеть вратаря, что опять же он отбил не туда, куда нужно мяч. Конечно, защитники, доля защитников, вина, конечно, защитников не снимается. Они должны всегда страховать вратаря. Тяжелый сейчас был удар, а у меня сейчас скачал от земли. Самый неприятный. Неприятный. Ризнич сейчас нарушал правила единоборства с Булыкиным в верховой борьбе. Наверное, такой чувствительный удар в затылок. Вот нам показывают еще раз. Нет, ну вряд ли. Здесь Каласадов действовал очень хорошо. Максимум того, что он мог делать в этой ситуации. Удар был действительно очень непростой. Высота была крайне неприятная для Галкипера. Высота полета мяча. Ну что, будем ждать от торпеда Металлург активных действий. Нужно отыгрываться. Нужно забивать. Ничего не остается. Ничего не остается. Но, правда, если сейчас торпедовцы пойдут вперед, это будет такой массированный штурм устраивать. У динамовцев есть возможности впереди для контратак. Есть футболисты, которые могут, называется, выстрелить в этой ситуации. Посмотрим, как будут играть торпедовцы. Нет, без нарушения правил там обошлось. Все чисто. Отыграли там Гришин и Коваленко. Балкиев. Я хочу сказать, что пока что динамовские замены, они выглядели более предпочтительными. И Балкиев очень активен на левом плане. И после удара Демкина фактически состоялся гол. Хорошая сейчас была. Хорошая подача была сейчас. В исполнении Гришина. Вот опять Демкин с мячом. Что придумает на этот раз? Уходит от Шульского, но нет. Капитан Торпедовцев в этой ситуации сыграл безуколизменно. Угловой. 69-я минута матча. Дэвид Эс Чеснаускин. 16-й номер. 1-0. Впереди Динамо. И Виталий Гришин не спеша идет выполнять угловой удар. Это пятый уже угловой, который сейчас будут подавать динамовцы. Прошу прощения, четвертый угловой. Не совсем удачный Виталий выполнил подачу. По крайней мере, Сорпедовского труда не составило. Вынесли мяч за пределы штрафной. Виталий Ашвили выпрыгнул выше Точилина. Ханек. Коваленко. Балдев. Нет, это был, по-моему, не Балдев, а это был Андрей Дегчин. 9-й номер. Настоятельно упал Гомарев. Вишно ставили. Одного. Вырывается. Вот опасно. Удар. Право нужно было. Одна ситуация. Да, Булыкин был. Некрасная. Абсолютно неприкрыт. Сейчас на повторе будет хорошо видно. С низко опущенной головой идет к воротам Гришин. И просто не видит партнера, который был справа по ходу. Как боксер в ближнем бою сейчас приближался к воротам. Виталий Гришин. Выиграл позицию Карена Аганяна. Торпеда Металлург будет сводить мяч в игру. Замена. Это 25-й номер. Лыхин Виталий. Виталий Лыхин, да. Вместо Миру Катича. Да, Катич не очень был заметен. Во втором тайме, в первом тайме он отыграл неплохо, но вот, может быть, подустал. Виталий Леонова не смог обработать, в общем-то, несложную передачу. Резвич. Хорошая такая была острая передача. Нагоняем он не справился со скоростью. Виталий Лев. Свернов. Нет. Там только Коваленко. И на Булыкино длинную передачу делает Александр. Шустиков. Танасьевич первый у мяча. Лыхин вышел на поле только что и тут же нарушил правила. Мы видим все-таки, что Виталий Лыхин вышел. Он как бы больше такой форвард, выдумки вперед, в отличие от Катича. Правильно сделает. Сделал Ленинков. Нужно как-то обострять игру команды. Поэтому лучше всего одного третьего нападающего. В очередной раз выигрывает Булыкин мяч в воздухе. Здорово сбросил 16. Тачилин. Нет, Тачилина совместными усилиями торпедовцы отобрали мяч и совместными усилиями его потеряли. Держится за лицо Александр Тачилин. После противоборства с Александром Ковалевым. Медицинская бригада. Тут же появляется Динамовская на поле. Наверное, в воздухе ему локтем попал по лицу, скорее всего. А, плечом. Да нет, наверное, торпедовец это правило не нарушал совершенно однозначно. Трудно сказать. Вот уводят сейчас в поле Динамовского капитана. Будем надеяться, что ничего страшного. Сергей Мартынов говорит, что он засек время. Нет каких-то, видимо, следов на лице Александра Тачилина. Нет. Булыкин. Вот уже и на поле капитан Динамовского. Как и не был травм. Казаков. Против Лыхина сейчас были нарушены правила. Казаков ждет, пока Чеснаускис отойдет. Хотя бы метров на пять и делает передачу на Монарева. Рихвеашвили выигрывает дуэль вверху у Темкина. Огонян. Им нужно длинный пасхарик. Ох, какая ошибка Денгена. Техническая ошибка Денгена. Нужно было исполнять, конечно, эту передачу. И было бы очень опасно. Казаков тут уже имеет предупреждение от арбитра. Поспокойнее надо действовать. И не надо действовать. Словно раздосадованный тем, что не дал арбитр свистка. Когда атаковали Монарева. Резко, довольно-таки, врезался в Динамовск. Ризвис сейчас... Здорово, сыграл на опережение. После пропущенного гола, Казаков начал решить длинными передачами, что это не свойственно для него. Не очень точно, что тоже для него не свойственно. Дмитрий Булыкин, ну, просто не идет мяч сегодня после ударов Булыкина в ворота. Но плестяще, конечно, сыграл момент первого удара Андрей Новосадов. Давайте посмотрим. Касание Булыкин переводил. Мастерский переводил мяч в нижний угол, но Новосадов молодцов. Взять этот мяч намертво, конечно, было чрезвычайно сложно. На этот раз защитники все-таки не дали в покойной обстановке Булыкину добить мяч в ворота. Ну, это и есть задача защитников. Что они не сделали в первый раз. Не сделали в первый раз, да. Вновь нарушают правила против Булыкина. Ну что, активно вошел Булыкин в игру. 25-й номер, летали Лыхин. Напомню вам, он заменил Книру Катича. Казаков. Хорошая подача. Гришин. Демкин. Вот чувствовалось, что потеряет этот мяч. Сочилин, потому что Демкин неудобную делал передачу. В борьбу делал передачу. Качилин находился в окружении двух игроков торпеды «Металлург». Демкин Тачилин вышел с чистой депрессии. Демкин Тачилин – боец, чего говорить. Здесь видно, что он на повторе, что его задерживают руками. Сложно, конечно, Огоняну очень сложно. Радослав Батак и выше его, и в скорости не уступает. Технично сейчас, наконец-то, стрелял Коваленко. Чуть-чуть мало мы видим таких нестандартных действий фомболистов. Казахов. Монарев. Далеко отпускает мяч Монарев. Вот то, о чем вы говорили, Дмитрий, уже неоднократно по ходу сегодняшней нашей трансляции. Не хватает техники, не хватает техники нашим футболистам. Ну а сейчас Рижевич очень грубо играл. И совершенно справедливо видит горчичник себя перед глазами. Проигрывал в скорости, явно проигрывал Дмитрию Булыкину. На вираже как бы Булыкин уходил от него, но вот сначала в голову, потом за плечок хватил и чуть не оседлал сверху уже упавшего динамовца. Нельзя давать вот таким форвардам получать мяч и набирать скорость. Нужно их атаковать в приеме мяча. Крапной. Нарм. Раздосады он сейчас своим неточным ударом Радослан Паток, но ничего, бывает. 1-0. Пока динамовцы впереди. И ничего особенного у торпеда «Металлург». К сожалению, для их болельщиков пока что не получается. Созидательной игры в нападении нет. Демкин уходит от Рехлиашвили. Тачилин. Булыкин справился все-таки с этим сложным, со сложной передачей. Шустиков. Что и требуется чистильщику. Постраховал своих защитников. Ханек. Казаков. Потерял мяч в балке. Их там здорово сыграл. Чесналский с метки. Вновь Шустиков. Корешин. Идем он. И точно. Да, не подготовил себе мяч для ударов. Поэтому удар-то не получился. Вот Новосатов уже не выбивает мяч от ворота, разыгрывает. Правильно делает. Ничего не получается у торпедовцев. Когда они используют длинные передачи. Вот мы смотрим опять длинные передачи. Растет, что Аганян выиграет лиховой мяч. Но очень сложно. Да, там высокорослые и Ханек, и Паток. Защитники московского Динамо. Как заведенные действуют по одной программе. Футболисты торпеды Металлург. Раз за разом направляем высокие длинные передачи на Корена Аганяна и на Романа Монарева. Также на добавившегося к ним, как говорили некогда в нашей стране, примкнувшего к ним Лыкина. Но пока эта тактика никаких дивидендов царпедовцам не приносит. У них нет впереди такого высокорослого футболиста, как Дмитрий Булыкин. Угловой. И у нас, наверное, сейчас Булыкин будет в центре внимания. Виталий Гришин за ваших экранах. Две седерки сейчас в кадре. Рихлия Швили и Гришин. Но я хочу обратить внимание, что уже Михаил Ханек не идет подключаться. Видимо, получил указание от Прокопенко. Ну, выход Лыкина, наверное, заставил немножечко перестроить схему действия защитников во втором тайме. Огонян нарушает правила Танасьевич. Но это не очень опасно. Метра в тридцать, наверное, до ворот. Казаков пытается что-то быстро разыграть. Это здесь не надо спешить, нужно поставить стенку. Вартынов показал, что по свистку. Так вот, девять метров. По-моему, я первый раз вижу в сегодняшней встрече действительно девять метров. Как бы то ни было, стеночка постепенно, постепенно попал в лад вперед. Как это обычно бывает. Рихлия Швили? Нет. Оставил мяч под удар Тарену Агоняну. Это в метре над перекладиной мяч просвистел. Бесхитростный удар. Я думаю, даже если мяч попал в створ ворот, то Роман Березовский все увидел. Не спешит Роман Березовский. Сейчас получит замечание от Мартынова. Мне очень нравится, когда вратари начинают менять точку на линии вратарской площадки. Потом еще подходит к штамме, обивают грязь. Обязательно, обязательно. Ну, как мы видим, остается минут пять всего, наверное, да? Да, будет. Пятая минута уже закончилась. Но побольше было остановок в ходе второго тайма. По сравнению с первым, то, может быть, побольше добавит арбитр. В сегодняшней встрече Сергей Мартынов. Резвич. Смирнов пришел. Смирнов, да. Отключился в атаку. Опять по Сказакову. Передерживал. Сейчас передержал мяч. Не очень в сегодняшней встрече получаются диспетчерские обязанности у Владимира Казакова. Хотя мы знаем, что это футболисты способны вести игру команды. Ковалев. Танасьевич против него. Остается Ковалев с мячом. Резвич. Булыкин пришел на помощь защитникам. Неплохо действовал Дмитрий. Казаков. Рехвешвили. Подработал мяч и время упустил Смирнов. Не работает фланги у торпеда Металлурга. Да, мы говорили об этом уже в первом тайме. Но если динамовцы с выходом на поле Балтиева как раз вот этот вопрос, скажем так, более или менее решили, а если вспомнить еще и активную игру вот этого футболиста Виталия Гришина на левом фланге атаки. Да, я хочу сказать, что во втором тайме Гришин намного стал активнее играть. И хорошие передачи Металлурга проходят. Да, вот у торпедовцев-то как раз этого не было ни в первом тайме, ни пока во втором. Вот это классическая игра торпеда Металлурга на протяжении уже 87 минут 35 секунд. Длинный пас на Аганяна. И мяч, как правило, становится легкой добычей высокорослых динамовских защитников. Батака, Ханека, Танасьевича. Танасьевич сейчас на обморке насыграл. Вдвоем не смогли торпедовцы справиться с Дмитрием. Не спеша идет Балтиев выполнять этот штрафной. Уже четыре защитника остались на своей половине поля у Динамо против двух нападающих торпеды. Правильно? Гришин. Молодец, Виталий Гришин. С полулета бил поворотом. Ну да, не точно, но такие удары всегда нравятся зрителям. Не очень точным у него получился этот удар, но тем не менее. Само стремление сыграть нестандартно. Это всегда похвально. Танасьевич. На Темкина. До Темкина мяч не дошел. Ханек. Балтиев. Здесь надо сказать попроще правильно делает Балтиев. Булыкин здорово сбрасывает мяч. Чеснаускис. Шустиков перед Чеснаускисом. Развернулся Дэвидас. Лучше бы он этого не делал. И нарушил правила в результате. Две минуты добавил. Ну не так много. Добавил Сергей Мартынов. Да, никак не выходит комбинационная игра у торпеды металлур. Может быть в этих оставшиеся две минуты что-то получится. Монорел с мячом. Неплохо, неплохо обыгрывает защитника. Я не хочу ничего сказать плохого о хозяевах поля. Но вы знаете, вот по-моему, сегодня они играют по принципу на авось. Авось получится. Потому что каких-то продуманных действий, логика какой-то не прослеживается в действиях торпедовцев впереди. Единственное логическое действие, которое они нам демонстрируют, это вот длинные пасы. Но в расчете на страстные качества Аганяна, который сегодня, я хочу сказать, очень сыграл неплохо. Ну Аганян старался, да. Но он настолько плотно прихвачен был сегодня двумя центральными защитниками московского «Динамо», что особых шансов-то у него и не было. Ну единственный футболист, который что-то такое создавал опасность какого-то ворота Березовского. Монорел у мяча будет перебрасывать мяч через стенку, да. Ну очень, очень как-то, не точно. На повторе даже непонятно, куда он хотел бить. «Динамо! Динамо! 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 Динамо!» Болельщики динамовские скандируют «Динамо, Динамо» в предвкушении очередной победы своего клуба. Напомню вам, дорогие друзья, что динамовцы с шестью очками входят в лидирующую тройку. Какая длинная паса на Аганяна, ну! Нет, у нас длинные ноги Ханека. Остановили эту атаку команды торпеды «Металлург». Ну вот сейчас уже массированное наступление такое футболиста в черно-белой форме. Пока-пока Смирнов нет. Коваленко, Коваленко и Гришин наглухо закрыли свой фланг. Не стали выбивать мяч, а делают точные передачи, точные передачи друг к другу. Ну, уверенность чувствуется, уверенность у динамовцев. Они, несомненно, провели эту встречу лучше своих соперников. Не знаю, есть еще несколько секунд, может быть, у торпедовцев для того, чтобы изменить счет на табло. Но по игре, по игре вряд ли. Да, подтверждают наши слова склисток Сергея Мартынова. Главного арбитра сегодняшней встречи, московские герамовцы, набирают очередные три очка. И с девятью очками пока возглавляют таблицу чемпионата. Вот приветствуют болельщики «Динамо», своих любимцев. И динамовцы благодарны своим болельщикам, подбегаются сейчас вот к трибуне. Вообще, конечно, это очень здорово. Вот такие взаимоотношения между футболистами и болельщиками. Это всегда очень здорово. Молодцы. Мы с вами не прощаемся, дорогие друзья. Сейчас вы посмотрите рекламу, потом мы вернемся к самым интересным моментам, которые были сегодня здесь на футбольном поле стадиона имени Эдуарда Стрельцова.